В гостях сейчас находится театр детского танца Орлёна, который открывает свой 49-й сезон и, в общем-то, открывает в том числе и в нашей студии сейчас танец. Смотрим, наслаждаемся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Театр детского танца Орлёнов у нас в гостях. Браво! Спасибо! И приглашаю сюда всех гостей, которые сейчас у нас находятся за кадром. Прошу к нам и прошу со своими регалиями всеми. Прошу, прошу сюда. Представляем в гостях у нас Анна Яндовицкая, художественный руководитель театра детского танца Орлёнок, а также Евгений Юрьевич Кунов, главный балетмистер. Доброе утро! Доброе утро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, я говорил о том, что у нас, у вас открывается, у нас новый сезон. Расскажите немного, что, когда, где можно будет вас посмотреть? 15-16 октября в 16.00 мы приглашаем всех красноярцев и гостей нашего города в большой концертный зал на открытие нашего творческого сезона. Будут как полюбившиеся номера красноярцам уже и, соответственно, новые постановки, обновленная программа. Всегда будут, мы всегда готовим сюрпризы. Ну, сюрприз вы приготовили, вы приготовили билеты, можно будет попасть, я так понимаю, на открытие, да? Что нужно сделать, чтобы их получить? Нужно будет ответить на вопрос, какой творческий сезон открывает нынче театр детского танца Орлёнок. Вопрос, в принципе, простой, если кто внимательно слушает. Кто был внимательный, кто ответит на него с лёгкостью. Телефон прямо у эфира 2696263, принимаем ваши правильные ответы. Пока все думают, давайте поговорим немножко в прошлое вернёмся. Давайте. Вот у вас здесь ряд таких кубков, дипломов, расскажите, откуда? Эти лета мы ездили в Крым. Там мы побывали на четырёх международных конкурсах и завоевали четыре гражданства. После нашего выступления директор конкурса Юрий Соколов, вручая нам наши призы, сказал, что мы первые коллективы, которые за всю историю конкурса завоевали все гражданства. Мы участвовали на таких конкурсах, как «Богатство России», «Единство России», «Сердце Крыма» и «Фестиваль трёх морей». Один из членов жюри, Александр Могилёв, при... Микрофон тебе, конечно же. Да, давайте погромче, чтобы... Один из членов жюри, Александр Могилёв, при нашем выступлении показал класс. Ну что же, отличная презентация сейчас прозвучала ещё и в нашем эфире. Тем временем у нас появился потенциальный победитель. Алло, алло, доброе утро. Алло, алло. Так, ну я надеюсь... Алло, доброе утро. Итак, подскажите правильный ответ, пожалуйста. 49 сезон. Всем я их и поздравляю. Совершенно верно, правильный ответ. Совершенно верно. Поздравляю. Два председательных билета, да. Здесь всё указано на 16 октября. Вам скажут, как забрать. Так, ну и давайте расскажите более подробно всё-таки вот про то, как съездили в Крым. Я знаю, что действительно, и вот сейчас нам ребята рассказали. Да. Ну, фактически это было уникальное такое выступление. Уникальный случай, да, когда один коллектив на четырёх конкурсах завоевал четыре... Собрали мы все награды. Мы были жадные до награды, да. Готовились очень серьёзно. Думаю, Евгений Александрович, это наш главный балетмейстер. Как раз мы возили новый номер, финтифант, постановка Евгения Александровича. Расскажите про подготовку к этому, этой битве, я так понимаю, коллективов творческих. За все призы. А как бы, на самом деле, подготовка была очень серьёзная. Плотные тренировки, плотные репетиции. И в результате победа. Ну и вот вас высоко оценивали. Даже я так понял, что вышли за пределы бальной системы, да? Ну, не то, что за пределы, просто когда был круглый стол, например, у членов жюри не возникло никаких вопросов вообще. Ну, из 10 баллов поставить 11, это как раз выйти за пределы. Это как раз, да, вот хореограф Первого канала, вот Стёпа сказал, что Александр Могилёв был одним членом жюри, это проект танцы, это хореограф Первого канала. Он, конечно, высоко отметил именно школу коллектива, то, что такие маленькие дети, это возрастная категория, мы участвовали 10-12 лет, детям как раз вот 10-11-12 лет. 12 лет у нас совсем мало, девочки даже помладше, вот, и было отмечено, что это будущий, хороший, достойный взрослый коллектив. Хороший состав, готовая наша смена. Ну, конечно, предшествовала огромная работа, и я думаю, вот Архип может сказать, что вы чувствовали, когда вы приехали. Микрофон, да, передайте, кто будет говорить. Архип, когда мы приехали в город, все встретили нас очень радостно, мы очень гордимся нашей победой, и, ну, родители, конечно, наши очень горды за нас. Ну, я поняла, что вы нам представляете. Гоша, есть вопросы какие-то? Да, мне очень сильно интересно, может быть, немножко, чуть-чуть подробнее про вообще вот этот конкурс-фестиваль, который проходил в Крыму, как это все проходило, как долго вы там были, и что он себя включал? Вообще география конкурса очень обширна, более 25 коллективов было представлено, этот конкурс имеет статус международного конкурса, была Белоруссия, Казахстан, от Владивостока, Питер, Москва, Якутия, Улан-Удэ. Ребята, подсказывайте, да, было два таких очень напряженных конкурсных дня, когда мы приезжали на конкурс к 8 утра, нас привозили, и до самого позднего вечера шел конкурсный просмотр, и потом, конечно, самые ждали награждения, и были, конечно, вот первый конкурс был такой волнительный, когда первое гран-при получили, потом второе, потом уже на третье, четвертое мы уже не рассчитывали. Вы уже расслабились? Нет, нет. Просто не думали, мы уже расслабились. Дело в том, что вы, почему очень важны конкурсы, вы вывозите детей на конкурсы, потому как это очень повышает самооценку ребенка, и это такой огромный толчок в дальнейшей, так скажем, карьере. И когда вот первый конкурс там гран-при они получили, спрашивают, ну вы нас похвалите, мы говорим, молодцы, у нас еще впереди три конкурса, да, и так вот поэтапно мы шли, и в принципе дети оправдали наши надежды, оправдали вложенное в них ту огромную работу, практически весь июнь и половину июля мы посвятили каждодневным тренировкам, и вот результат, соответственно. Ребят, ну после четвертого гран-при вас похвалили? Да. А когда больше радовались, когда первое гран-при получили или последнее? Первое. Первое? То есть четвертое уже было привычно? Да. У нас дело в том, что когда они уезжали, да, у нас коллектив это более 300 детей, соответственно, есть старшая возрастная категория, которые уже такие у нас матерые, которые уже побывали на, привозили уже гран-при, и в принципе у нас орленок, мы когда едем на конкурсы, готовим детей для конкурса, мы всегда говорим о том, что ставим высокую планку, говорим о том, что мы рассчитываем на гран-при. То есть меньше мы не рассматриваем, конечно, без вариантов, да. И их, соответственно, с ними была проведена беседа и педагогов, соответственно, и старших наших воспитанников, которые тоже сказали, без гран-при не возвращаться. В принципе, ожидали, оправдали все ожидания. Театр детского танца «Орленок» был на гостях, 4 гран-при. Настоящий чемпион у нас в студии, да. Но не расслабляемся, ребята, идем дальше. Ждем вас с очередными победами, с очередными наградами. Спасибо вам. Спасибо большое. Ждячи и до новых сезонов творческого.